Подполковник юстиции Константин Васильев погиб 24 октября 2002 года во время теракта в театральном центре на Дубровке. Ему было всего 35 лет. С тех пор каждый год в день гибели своего ученика в музее 20-й школы проводят для первоклассников экскурсии. Ученики из старших классов знакомят своих младших товарищей с личностью российского офицера, нашего земляка, который отдал свою жизнь ради спасения заложников. Надо учить детей с самого раннего детства, потихонечку, понемногу учить их, как гордиться своей родиной, показывать, какие были достойные люди, чтобы они на этом примере росли. Несколько десятков глаз внимательно смотрели на старшеклассников и разглядывали фотографии на стене. Быть может, для них рано знать о страшных последствиях терактов, но точно не рано научиться чтить память тех, кто погиб, защищая свою родину. Такой же несмышленой первоклассницей была и Дарья Рубанец, когда она впервые услышала о Константине Васильеве. Я помню чувство какого-то восхищения, гордости, что такой великий человек уезжал с нами в одной школе, был в этих кабинетах, в этих стенах. Очень важно передавать историю, потому что история – это наше прошлое и наше будущее. Если мы не будем знать историю, нашу историю, то у нас и не будет будущего. Экспозицию памяти подполковника Васильева в родной школе открыли в первую годовщину его гибели. Документы и личные вещи для музея передали боевые друзья Константина и его коллеги и родственники. Они все на первую годовщину приехали со всех сторон и привезли память о Косте Васильеве, рассказы свои о нем. Какой он был человек. Я тогда удивилась, неужели еще такие люди бывают у нас в России, которые пойдут и отдадут жизнь за чужих людей, за детей. Экспозиция небольшая, но немногочисленные экспонаты могут многое рассказать о скромном, но решительном Константине Васильеве. Он сочинял стихи о родине, любви и несколько стихотворений вместе с размышлениями о жизни записал для своих товарищей на диск. Самое главное в жизни, наверное, быть духовно крепким и духовно чистым, хотя настолько это тяжело. Холодным осенним вечером, когда вся страна следила за трагическими событиями в театральном центре на Дубровке, Константин принял самое важное решение в своей жизни – спасти заложников. Он предложил террористам обменять себя на детей и был тут же расстрелян. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok